Я пока сидел месяц под арестом, понял, что надо говорить очень коротко, поэтому скажу буквально несколько слов. Первое. Все, кто уверял, что наш протест не имеет никакого смысла, глубоко заблуждались. За эти три месяца мы так подняли страну, мы так воодушевили народ, что в России сформировалась уже новая политическая реальность. Власть делала вид, что не замечает наши протесты, власть запретила референдум. Но мы 9 сентября провели народный референдум и по его итогам Единая Россия провалилась. Если бы были реально честные выборы, в большинстве регионов сейчас были бы красные губернаторы, а в большинстве ЗАГС-собраний было большинство за нами, правильно? Но власть по-прежнему, даже чувствуя, что почва уходит из-под ног, прибегает к излюбленному способу репрессий и фальсификаций. Вместо того, чтобы объявить референдум, Путин обещает нам два дня бесплатной диспансеризации. Но это не издевательство. Уж он бы лучше честно сказал, обещаем вам бесплатные гробы и места на кладбищах, по крайней мере, это было бы искренне. В Хакасии и в Приворье они понимают, что проиграли, но вместо этого идут на преступления, заставляют Памфеу пускать слезу и крадут победу у нашего кандидата Ищенко и пытаются сорвать выборы в Хакасии. Как это называется? Преступление и никак иначе. И я могу сказать одно, дорогие друзья, если они встали на путь преступлений, то они неизбежно, рано или поздно ответят. Их народный суд будет судить по всей строгости и никто не уйдет от ответа, правильно? И я призываю вас не расслабляться. Уже третья акция протеста. Сотни тысяч на улицах. По всей России миллионы. И мы должны наращивать наш протест. Второе чтение. Выходим к Госдуме. Дальше выходим к Совету Федерации. 7 ноября. Новая всероссийская акция. Пусть власть не думает, что мы отступим. Мы готовы бороться дальше? Готовы. Мы не отступим? Нет. И пусть власти запомнят, пока у них еще есть шанс решить все эти вопросы цивилизованно. Если они будут и дальше идти путем репрессий и преступлений, у нас не останется другого выхода, как убрать их с политической сцены, сменить политический курс и привести к власти коммунистов, патриотов, тех, кто действительно возродит Россию. Согласны? Поэтому сегодня мы все вместе говорим, позорной пенсионной реформе нет, фальсификаторов выборов под суд, России нужна новая власть, России нужен социализм, России нужен левый поворот. И мы будем бороться до конца, до победы и обязательно победим. Ура!